Крупным планом Крупным планом Антидрия на море К нам приезжают дети со всей страны В том числе и с Магадана И мы проводим речевую реабилитацию С различными нарушениями речевыми Это и тяжелые нарушения И не очень тяжелые Сопутствующие Дети с ДСП С аутизмом С различными генетическими отклонениями И в этом году Мы, наконец-таки, давно мы планировали это мероприятие, приобрели аппаратуру и, наконец-то, смогли открыть, это центр, наверное, это громко сказано, пока это только кабинет нейрокоррекции, но, тем не менее, мы его открыли, и это здорово. В любом случае, когда-то в 2014 году именно так все и начиналось, это было чуть более 40, по-моему, квадратных метров, да, у вас было всего 70 тысяч рублей на то, чтобы развить это все, вот сейчас вы это все вспоминаете, что чувствуете, насколько тяжело было и насколько та ситуация похожа на ту, которая сейчас здесь, в Магадане? Когда только начинался там бизнес, это все-таки бизнес прежде всего, это было все сложно, не знал, куда идти, в незнакомом для меня городе, вот, поэтому, конечно, это было сложно. Сейчас уже, по прошествии стольких лет, и мы реализовали очень много планов, не планов, а проектов, вот, в том числе, логопедический лагерь, и также у нас есть интенсивы в Краснодаре, и Краснодар просто работает круглогодично, естественно, центр. Уже там сложилась определенная команда специалистов, это тоже, это самый, наверное, сложный момент, найти хороших специалистов, с которыми мы будем на одной волне, с которыми приятно будет работать и мне, и, естественно, детям с родителями, поэтому это самый сложный момент. Вот о команде давайте поподробнее поговорим, потому что, когда вы начинали, вы работали и на ресепшене, и педагогом, и уборщицей, было сложно, и как искали вы тех людей, которые действительно вот в эту струю войдут, которая вместе с вами, которая, вот этот поток, чтобы вы как единое целое работали? Это сложно. Как искаливая их? Ну, как обычными ресурсами, конечно, там, Авито и так далее, много разных платформ. Ну, конечно, в основном это все на собеседование, приходит человек, и я просто понимаю, будет он со мной работать или не будет работать. Вот, поэтому, ну, вот методом, наверное, проб и ошибок, но сейчас у меня очень хорошая команда, у меня есть дефектолог, у меня есть три логопеда, которые работают именно по направлениям, то есть не всех подряд детей берут, у нас один логопед работает только с дисграфией и ведет логаритмику и подготовку к школе, один логопед у нас работает с нормотипичными детьми звукопостановкой, я как нейрологопед занимаюсь тяжелыми детьми, занимаюсь запуском речи. И у нас есть отличный дефектолог, ну, и, конечно же, инструктор ЛФК, ну, и аппаратные методики. Наша самая главная фишка, наверное, в том, что у нас есть аппаратные методики. Писали вы о том, что бывало так, что вас предавали, подставляли и вообще делали всякие нехорошие вещи, но ваша семья, ваша опора, вот мама рядом сидит, это тот человек, который всегда был рядом. И не только морально, но ведь и профессионально. Вот расскажите, чем вы занимаетесь? Ну, я медицинский психолог, 21 год работаю медицинским психологом и занимаюсь и вижу деток, которым требуется помощь. В настоящее время очень много деток таких. Есть предположения? Почему? Ну, как вариант, конечно, первое – это экология, потому что с каждым годом увеличивается количество машин, которые делают выхлопные газы. И даже здесь, в Магадане, да? Конечно, это везде, повсеместно. Все равно, если мы вспомним тот же Магадан лет 20 назад, такого, конечно, автомобильного потока не было однозначно. Плюс, конечно же, питание. К сожалению, сейчас, с одной стороны, хорошо, много можно быстрее вырастить, лучше сделать какие-то продукты, но на самом деле это в основном все химия. Как это выращивается, мы не всегда знаем. Убивают каких-то насекомых, обрабатывают, но, тем не менее, насыщают эти продукты какой-то химией, которая не очень полезна. Плюс, одна из версий, скажем так, что сейчас наша жизнь, она перенасыщена информацией, и человек находится в постоянном стрессе. Раньше, если там 19 век, начало 20 века, сколько было газет и телевидения, да? Совсем чуть-чуть. Одну газету могли читать месяц, а то и два, и новости передавались там из уст в уста. А сейчас что происходит? У нас постоянно работают телевизоры, мы просыпаемся, берем гаджеты, у нас есть соцсети. То есть, очень большой поток информации. Когда Марина выбирала себе жизненный путь, после того, как мало даже кто, наверное, знает, что вы тоже работали журналистом здесь, на нашем местном телеканале, и потом, как так получилось, что вы решили отдать себя вот этому направлению? И не были ли вы против, Ирина Владимировна? Нет, конечно, я не была против. Марина очень целеустремленный человек, она хотела всегда быть журналистом. У нас не было такого факультета, поэтому она пошла на филфак. Закончила его благополучно и пошла сразу после учебы в журналистику. Ну, а в логопедии журналистика, да, и логопедия – это рядышком, нужно знать. Где работа с камерой, а где работа с детьми, причем с детьми непростыми, они же с особенностями. Вот мне, если честно, очень сложно было бы так работать, потому что вечно работать с комом в горле, когда тебе жалко этих детей. Я не представляю. Мое отношение такое, то есть для меня нет разделения особенные дети или нормотипичные дети. Они прежде всего все дети. Если этому ребенку больше требуется моей помощи, ну что ж, если я в силах, значит я должна помочь этому ребенку. Может быть даже со временем, сколько уже лет прошло, наверное, мне даже проще работать с особенными детьми, чем с нормотипичными. Почему? Потому что они очень трудоспособные, они очень открытые, добрые. Ну, конечно, там идет все от родителей, понятное дело, что как родители воспитывают своих детей, тем они и отдают этому миру. Но, как правило, слава Богу, в моей практике в основном все очень такие родители хорошие, скажем так. То есть они занимаются воспитанием детей, несмотря ни на что, и идут вперед к своей цели. И я вижу результаты, когда дети с ДЦП, например, когда врачи говорят, что откажитесь от этого ребенка, отдайте его в детский дом, потому что ничего не будет хорошего. Родители закрывают на это глаза, идут вперед, работают, да, через пот, через слезы, через вообще ужасные преодоления. Но эти дети более или менее выравниваются. И я считаю, что вообще можно практически любого ребенка кое-как вывести, пускай не в норму, но хотя бы приблизить к норме, сделать его социально адаптированным ребенком, да, и помочь ему в жизни в дальнейшем. Пускай он там не будет профессором каким-то, да, но какие-то бытовые моменты он может реализовывать, там, не знаю, работать какими-то, там, например, сапоги подбивать, да, то есть или шить что-то. Ну, то есть занятия он себе явно... Да, можно, можно. Ну, конечно, не все есть, очень тяжелые дети, к сожалению, но в большей массе я все-таки думаю, что при хорошей коррекционной работе, долгой коррекционной работе, то можно их вывести, по крайней мере, чтобы что-то они могли делать и не быть овощем в детском доме, там, чтобы его все равно как-то социализировать. И, кстати, в моей практике очень много... Я работала на реабилитации ДЦП, и я видела эти семьи, которые вот в своем ребенке, как бы... Ну, они тоже не видят в нем, ну, понятно, там, не ходят, да, ну, они работают и так далее, но абсолютно отношение к абсолютно как к нормальному человеку. Сейчас очень много методик, которые вы используете, давайте о них поподробнее поговорим. Совсем скоро уедете вы в Краснодар, дальше развивать дело, и останется мама, которая будет отвечать за магаданское вот это все. Какие методики вы используете, сколько здесь будет конкретно в Магадане специалистов, и чем они могут помочь деткам? Ну, пока это небольшой центр, это кабинет, как я сказала, нейрокоррекции. Самое главное, что здесь будет как минимум два направления, это нейрокоррекция с нейропсихологом Дашкевич Ирина Владимировна у нас будет курировать данное направление. И плюс биоакустическая коррекция. Биоакустическая коррекция – это инновационное, не медикаментозное лечение, разработано, изобретено в России, что очень приятно, что, да, это наша питерская разработка. Она уже показала свою работу и свои результаты во многих городах, во многих центрах. И родители, видя результаты, которые происходят, конечно же, приходят вновь и вновь на эту процедуру. Мы в этом году изыскали такую возможность отучиться и приобрести это оборудование. Ирина Владимировна этим летом ездила в Питер, обучалась, и на базе нашего центра в Краснодаре проходила стажировку. То есть это сертифицированный, обученный специалист именно по биоакустической коррекции. Ну и плюс, конечно, нейрокоррекция. Она больше, наверное, сама бы рассказала, чем она будет заниматься. Ну, нейрокоррекция – это молодое направление. Также я использую телесно-ориентированную терапию и сенсорную интеграцию. Что такое сенсорная интеграция? Это когда детки наши работают, так сказать, с природными материалами. Ходят босиком. По апельсинам я видела. Апельсины, да. Но мы здесь пока не будем ходить по апельсинам, они слишком воздорогие. Это точно. А вот, кстати, насчет материала. Что использовать здесь в условиях Магаданской области с этими ценами и всем остальным? Мы используем шишки, камушки, песок, макароны. Кстати, у нас макароны – хорошая коробка. Детки очень любят гречку. Марина Николаевна привезла мне каштаны. Целый чемодан каштаны. Да, целый чемодан. Розмарин, который мы тоже нюхаем, трогаем. Я знаю, есть еще такое упражнение с парашютом. Когда ребенка накрывают, то есть все становятся в круг, очень часто аниматоры тоже это используют. Что развивает вот это упражнение? Прежде всего, вестибулярный аппарат. Во-вторых, тактильные ощущения, зрительные. Красивый же парашют разных цветов, ну и запах. Еще такой момент, когда дети с нарушениями, с какими-то, у них страх чего-то нового. Страх надеть какую-то одежду, которая может раздражать их тело. Колючую, например. Да, хотя она для нас не кажется колючей, а для них неприятные ощущения. Или, например, дети не любят подстригаться. Мама говорит, вот мы там с криками. Ну, потому что ему вот эти ощущения, которые испытываются. Или гиперчувствительны, или гипочувствительны. То есть, вот эта вот сенсорная дисфункция. Сейчас у наших детей современных вот это вот происходит. То есть, они не гуляют, не играют в игры подвижные во дворе. Поэтому в гаджетах. Все это, и мы создаем искусственно вот эти вот условия. Знаете, что самое интересное? Что вот эта проблема, не гуляют дети. Когда мы росли, я росла не в Магадане, и у нас вообще не было такого, чтобы мы боялись выйти на улицу, или родители боялись бы выпустить нас. Сейчас это очень распространено. Родители сами не успевают. Например, маме надо готовить, папа на работе. Когда ребенка оставили в комнате, вот он и играет в этом планшете или еще в чем-то. Как решать эту проблему? А это как раз таки к тому, что я говорила в самом начале. Избыток этой информации. На самом деле и раньше, лет 20 назад самолеты падали, и какие-то преступники ходили, которые могли там, ну, что-то, да, случиться, там, по голове ударить, обокрасть и так далее. Это все было. Просто раньше об этом не сильно, ну, не так распространяли эту информацию. Сейчас что не случилось, моментально все появилось в интернет, в СМИ, ну, там, да, вот в эти социальные. Естественно, все сидят, читают, ой, какой ужас, все, я никогда своего ребенка никуда не отпущу. Вот эта вот среда, которую мы создаем, сенсорная интеграция, она вот как раз таки развивает все моменты, которые ребенок не может самостоятельно получить, скажем так, то есть развитие вот этих сенсорных систем. Но сенсорная интеграция, нейрокоррекция, она не только для особенных детей, для детей школьного возраста, например, которые имеют трудности в обучении, в освоении школьной программы. Они утомляемы, например, они плохо воспринимают информацию, то есть не запоминают. Нейрокоррекция тоже для них работает. Поэтому как бы здесь, в нашем кабинете вообще может прийти любой человек, как с особенностями, так и без особенностей, скажем так. И взрослые, мы сейчас все в стрессе находимся, пожалуйста, приходите, садитесь, как говорится, на биоакустическую коррекцию и успокаивайте свою нервную систему. В планах, наверное, развивать здесь и сделать из кабинета тоже центр? Возможно. Мы сейчас поработаем пока какое-то время, но еще такой самый ближайший план – открыть такого же плана нейрокабинет на палатке. Есть уже отзывы какие-то от людей, которые, может быть, даже ждали вас эти три года, ждали, что вы приедете вновь и откроете, то есть приедете не с консультацией, а именно откроете кабинет? Ну вот уже месяц мы работаем здесь, уже есть положительные отзывы. Положительные отзывы, много положительных отзывов. У кого-то девочку тошнило, мама приходит, говорит, Ирина Владимировна, мы поехали на палатку, ее не тошнило. У кого-то речь улучшилась, фразами ребенок заговорил. То есть, конечно, работает, внимание улучшается, настроение поднимается. Спасибо вам большое за беседу, спасибо, что рассказали. И я уверена, что у вас все получится. Спасибо большое. Спасибо. Это была программа «Крупным планом». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова